Добрый вечер, дорогие друзья, и добро пожаловать в студию Леротики, программы, во время которой мы будем с вами говорить о том, что, я надеюсь, есть в жизни каждого из вас. О том, чего не было в бывшем Советском Союзе в далекие 80-е, о том, о чем так непросто говорить с нашим подрастающим поколением, которое это начинает волновать задолго до выпускных экзаменов. И разговор у нас пойдет о сексе. Сегодняшняя наша тема непростая – разница в возрасте. Пресловутая свадьба Максима Галкина и нашей примадонной-примадонной российской сцены Аллы Пугачевой давно у всех на устах. Так что же это такое? Разница в возрасте и как она влияет на сексуальные отношения между супругами? В гостях у меня сегодня замечательная моя подруга, не побоюсь этого слова, певица, ведущая теле-радиопрограмм Ирина Кельфин. Ира, добрый вечер. Добрый-добрый-добрый вечер. И что же такое? Вот 30 лет Алле Пугачевой и Алле Порисовны 65, по-моему, если не ошибаюсь. 62. 62. 62, боже мой, ужас, какой я ошиблась. 3 года ты ей прибавила, она тебе бы этого не простила. И Максу 30 чем-то, да, по-моему? Ну, тоже где-то так. На самом деле, ты знаешь, вот тут, по-моему, секса никакого нет. Мне кажется, что... Между ними. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Пресса же заполнена слухами, по-моему, не совсем безосновательными, что Галкин совершенно по-другому ориентирован. Да, именно так. Алла Порисовна, по-моему, женщина сексуальная, причем была всегда. Да, но когда смотришь на нее, на то, как она выглядит, не хочу ее обидеть, но очень так сомнительно уже, что ее что-то интересное. То есть, трудно представить, что вот эти телеса могут кого-то вообще возбуждать, да? Ты знаешь, на самом деле, что мне нравится, я все время анализирую на эту тему, потому что телеса... Все время? Все время я анализирую, это моя больная тема. Телеса, и вообще телеса, это больная тема. Потому что, как ты понимаешь, женщины то худеют, то толстеют, то приводят себя в порядок, то не очень хорошо приводят себя в порядок. На каждого человека, на каждой телеса все равно находится свой любитель. И когда я это проанализировала и поняла, что так происходит, так же, как и на любой возраст, между прочим, если уж мы говорим о возрасте, то и в 70, и в 80 лет люди любят друг друга, только по-разному. Они просто плохо видят уже. Нет, почему? Нет, я знаю одну вещь, стопроцентную. Значит, бывают иногда в клубах, в домах престарелых бывают концерты. Ну, все музыканты стараются там работать, потому что это очень хорошая работа, это такая прекрасная работа, очень мало времени и очень хорошие деньги. Поэтому в очереди стоят музыканты, и, естественно, когда перед тобой сидят... Периатрический корпоратив. Да, дядечки и тетечки вот в таком вот совершенно состоянии, а потом ты слушаешь от обслуживающего персонала, что между ними происходит любовь, они друг друга ревнуют. Более того, очень многие мужчины занимаются сексом! С кем? С ними, с тетечками. В таком возрасте. Это одна очень такая престарелая парочка решила отправиться в бар и отметить, там, не знаю, 50-летие своей свадьбы. И вот они напились, старик со старушкой, пьяные, совершенно в дубе, и решили они пойти за бар, где они 50 лет назад впервые занялись сексом. И вот они идут туда, и в баре находился полицейский, которому стало безумно интересно, что такие старые люди могут там делать за баром. Он приходит, а там... Камасутра просто отдыхает. Там происходит такое... Причем в 10 раз быстрее, чем ты сейчас показала. И вот они, значит, закончили почти. Откуда ты знала? Нет, я не знала. Они закончили, полицейских спрашивают. Вы меня, ради бога, простите, что я вмешиваюсь. А вот как? Бабушка говорит, ну, 50 лет назад здесь не было электрического забора. То есть ты считаешь, что в 70-80 лет вполне вероятен... Опять, мы сейчас немножко склонились от темы, мы к ней вернемся, разница в возрасте. Вероятен полноценный секс без применения электрического забора. Думаю, что да. А насчет разницы в возрасте, очень много пар сейчас. Вот когда я была маленькая, я очень хорошо помню, что моя мама мне рассказывала такой случай, что кто-то из ее окружения, женщина уже лет 45, вышла замуж по очень большой любви за мужчину, который был ее на 15 лет младше. То есть ему было 30? Соответственно. Ну, я не помню точно, сколько ей было, но вот разница была 15 лет. И это был нонсенс. В России это был нонсенс. Все сходили с ума, как это так, как такое может быть? Но сейчас, посмотрите на женщин сейчас, разница смыта. Сейчас женщины имеют возможность за собой следить, имеют возможность быть красивыми, молодыми и желанными. И как, ты подтвердишь мне это, и как факт, что молодые мужчины с огромным удовольствием общаются со взрослыми женщинами, потому что им ничего не мешает, просто они умнее, уже более опытные, и ничего не хотят особо, кроме как молодое тело. То есть удобно. И так далее. Удобно. А любовь? Бывает любовь. А почему нет? Почему нет? Хороший секс, хорошая любовь? Нет? Причем, знаешь, странно, что мы сейчас говорим о разнице в возрасте. И, кстати, то же самое может быть наоборот. Почему? Вот об этом я и говорю, мы сейчас только, мы все время говорим о том, что... Одна женщина старше. А наоборот. Знаешь, как 70-летний олигарх такой встает ночью с постели, подходит к зеркалу, смотрит, такой старенький, на своей телесайте обвисший, там, этот псориаз, эти старческие пятна. Потом смотрит на 80-летнюю, новую, там, свою жену очередную и говорит, как же надо любить деньги. Деньги. Нет, это точно. Вот что касается таких вот разниц возраста, ну, меркантильные у нас девушки стали, ну, очень меркантильные. На что они смотрят в первую очередь? Какая у мужчины машина, правильно? Какой у него счет в банке? Ты знаешь, я не знаю, насколько это у израильтянок развито, но вот, например, российские СМИ только об этом и говорят, что женщины стали меркантильными, а мужчины, между прочим, я слышу от них, они боятся подходить к женщинам, те, у которых нету такого состояния, нет хорошей машины. Может, правильно делают? Ой, я даже не знаю, что тебе на это сказать. Скажи, а как ты думаешь, а действительно вот состояние материальное каким-то образом влияет на сексуальность человека? То есть мужчина, у которого нет машины, насколько часто там у него стоит или не стоит? Вообще, зависит ли? Я думаю, что наличие машины не зависит от состояния. Мне так, состояние от состояния не зависит, ты хочешь сказать? Да, мне кажется, если у человека хороший потенциал физический, хорошее нормальное здоровье и нормально направленные мозги на секс с женщиной, а не с мужчиной, то, по-моему, наличие машины здесь ни при чем. Нужно внутреннее обаяние, нужно, чтобы у человека харизма какая-то была. У человека гореть должны глаза, у любого. Но я хочу другую, кстати, между прочим, вот направление нашему с тобой разговору дать. Когда женщина старше мужчины, у нее развиваются сумасшедшие комплексы. И вот мне больше всего жалко женщин, которые намного старше мужчин, потому что волей-неволей вот эта мысль старше своих мужчин. Потому что понятно, что взрослым женщинам нравятся молодые мужчины. Это нормально, это совершенно обыденное явление. Так должно быть. Глаз-то ложится на красивых мужчин, молодых. А когда, представляешь, она уже не соответствует. Не соответствует в чем? Ты знаешь, я тебе сейчас объясню. Физическим? Внешним. Потому что она внутри, внутри она может быть очень молодой и красивой. Внутри. И, кстати, мужчины очень часто даже на это внимание особо не... Женщины заморачиваются на эту тему. Ты уверена? Сто процентов. Я просто знаю такие семьи. Что только уже в ход не идет. То есть вот тоже у меня есть просто семья, где разница... Он очень красивый мужчина, она уже взрослая женщина. Выглядит не очень хорошо. Она выглядит, в принципе, как его мама. Вот так получилось. Вот прошел какой-то климатерический, видимо, период. И человек вдруг хоп, и стал бабушкой. Постарелая. А мужик выглядит хорошо. Бедная, несчастная женщина. Она вынуждена. Страшно становится. Я все время об этом думаю, между прочим. Вот как им тяжело. Психологически тяжело. Может быть, он не смотрит на других женщин. Вполне возможно, ему и не нужны они. Раз он много лет живет с этой женщиной, да? Но она начинает делать ботекс, потом она делает подтяжку лица. А тело-то, оно все равно уже взрослое. Это везет некоторым, которые сохраняют себя до старости. И вот тут вот очень опасно. Мораль всей басни заняться телом, вместо того, чтобы ботекс колоть. А как мораль? Вот тело-то может не поддаваться иногда, ты знаешь? Подожди, ну спорт какие-то там. Не всегда поддается тело. Есть какой-то определенный период у женщины, когда она перестает быть девушкой. Знаешь, как говорят, да? Я знаю, как называется этот период. Он очень короткий. Какой? Дефлорация. Вот тут вот проблема. Женщин жалко. Потому что если она смирится с мыслью, что, в принципе, ее мужчина любит, то есть она ему доверяет, может быть, она не будет заморачиваться. А может быть, тогда женщинам, которые действительно старше своих мужчин, начинают комплексовать, найти себе любовника постарше, который выглядит там хотя бы так же, как она. А ты знаешь, дело в том, что чем старше женщина становится, ну не все, конечно, безусловно, я говорю вообще, чем старше женщина становится, тем больше ей хочется видеть рядом с собой, наверное, человека. Хочется, перехочется. Симпатичного, молодого. Да, но при этом ты же комплексуешь. Это получается замкнутый круг, да? Замкнутый круг. А сердце-то не прикажешь. Ну представь себе, да? Ведь любви все возрастные... В данном случае мы разговорим о другом органе. Мы же не про любовь. А, да, мы не про любовь. Так этот орган-то работает, он-то работает до смерти, пардон, как у мужчины, так и у женщины. У мужчин, может быть, менее функционально. А у женщин-то функционально. Ну у них виагра есть. Ну не всем уже помогает. Так что делать? Прямо задачила меня сейчас. Ну я, да, я понимаю. Пока ты безвыходная ситуация, да? Ну ситуация не очень хорошая на самом деле. Потому что всегда лучше общаться с ровесником. По крайней мере стареешь вместе, потребности примерно те же самые. То есть, но сердце-то не прикажешь. А вот вспышка, а вот полюбил. А вот хочется секса, да. А почему? А что надо стесняться? Человеку хочется секса, ему может хотеться всегда. И знаешь, был потрясающий совершенно фильм, не фильм, а книжка, поющий в Терновнике, как пожилая, богатейшая женщина, безумно полюбила пастора, который был ее там на 40 лет младше. По-моему, я сейчас точно не помню. И она умирала, она изнывала от этой страсти, от этой любви. Но она была старая женщина, не побоюсь слова, старая. И она безумно его хотела, как мужчину. И это была жуткая трагедия, она описана в этой книге. Фантастическая. Вот я до сих пор помню эти переживания. Чем дело кончилось напомненным? Она умерла. От того, что не трахалась, в смысле? Нет, она умерла не потому, что она не трахалась, а она умерла от старости. А, так и так страшно, на самом деле. Ну да, представляешь, как жалко ее, по большому счету. Представляешь, какая страсть, какие эмоции человек испытывал и недополучил. Вообще-то страшно. Я знаю к психологу. Не надо идти к психологу. Нет, на самом деле это комплекс, да? Вообще, на самом деле, я совершенно не понимаю, как можно выйти из ситуации, когда ты влюбляешься в молодого человека. Да, я понимаю. Я сейчас говорю про женщину. Потому что, когда мужик хочет молоденькую девочку, это тоже комплекс, на самом деле. Вот когда сорокалетние мужики с пузом, страшные уроды, начинают хотеть молодых девчонок, и еще, главное, хотят от них любви. Вот мне больше всего нравится. Любви они хотят. Понимаешь, какая любовь? Посмотри на себя в зеркало. На тебя смотреть страшно. Надо как любить деньги. Да, 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 да. Вот. А когда вот женщина взрослая, я с позиции женского, с женской солидарности, мне кажется, это, конечно, тяжелая ситуация, когда тебе, ты можешь влюбиться в человека, и безумно его хотеть и желать, и не получить. Или, может быть, кто-то смелый может сказать, да, я хочу тебя. Открыть ему свои карты и получить отказ. Какой-нибудь такой отказ неприятный. Представляешь, травма на всю жизнь, жуть. Да. Так что, ну, смотри, Пугачёву можно только позавидовать. В принципе, все время обкладывать себя молодыми мужчинами, ходить с ними под ручку, и вся страна готова задушить это злобы, потому что мужчины молодые, состоятельные, между прочим, всегда рядом с ней. Вот. И все это так пиарится, и все так это рассказывает. А может быть, в России сейчас пойдет волна таких неравных браков? Когда женщина намного старше, может позволить себе, не знаю, купить того же молодого человека, да? Вот, кстати, между прочим, это тоже очень серьезная тема, как женщины, и, кстати, между прочим, правильная тема, вот когда женщина может позволить себе купить любовь молодого мужчины, я не считаю, что это зазорно. Это не любовь, секс. Именно секс. Я считаю, что это очень хорошо. Что? Хорошо, что она может купить, что она может себе позволить? Да, я считаю, что это очень хорошо. Нет, но мы это комплексуем по этому поводу А мы не должны комплексовать Я же говорю к психологу Я считаю, что это очень правильно Если женщина может позволить себе купить секс молодым мужчинам Но хочется же любви Ты знаешь, дело в том, что мы говорим с тобой о любви или о сексе Нет, ты понимаешь, мы женщины Мы говорим о любви или о сексе Мы не хотим секса нету, мы хотим отношений Хотим романтики и тепла Честно, женщины хотят романтики и тепла Больше, чем секса Мне очень трудно лечь в постель технически Да, мне хочется трахаться Но мне хочется, чтобы была какая-то отдача Чистая физиология, я подрочить могу В принципе Я могу сделать это быстрее, лучше и интереснее Чем кто-либо, неизвестный какой-то человек То есть по поводу купить секс Неужели есть женщины, которые настолько хотят этого Что абсолютно все равно, что они получают от молодого человека Хотя, наверное, есть Ты знаешь, это иллюзия Они создают себе эту сказку Они себя уговаривают Они говорят, что вот такая иллюзия И они, возможно, пользуются одним и тем же партнером Понимаешь? Ну, а что? А иметь Альфонса лучше? Ну, подумай сама Это та же самая история Это та же самая история А что, Альфонс любит? А эти молодые 20-летние девочки, которые идут трахаться с пожилым дядькой? Все же то же самое Только он называется по-другому Это стереотип, да? То есть мужчинам это позволено А женщина, которая покупает секс молодого мальчика Это как-то странно Я считаю, что женщина, у которой есть свои определенные комплексы Комплексы возраста, комплексы комплекции и так далее Если бы они имели возможность Они имеют возможность Есть такие услуги Приобретать даже вот такую эфемерную любовь Мне кажется, что это поощрительно Нельзя на это плохо смотреть Это нормально По-человечески нормально Я думаю, что это вот чудесная, оптимистическая нота Нота! Давай, давай Это будет, наверное, фа Нота! Да, фа диэс Нет? Нет, что ты сейчас сделала? Я не знаю У меня не абсолютный слух Дорогие друзья У нас в гостях была замечательная певица Замечательная женщина Абсолютно без комплексов Ирина Кельфин А я вам желаю нескучной ночи С вами была Леротика с Валерией Поляковой Редактор субтитров А.Семкин